Продолжение следует... Здесь тепло, светло. Нам и всем детям очень нравится новое здание центра борьбы. Мы очень довольны. Преимущество еще в том, что это наш дом. Здесь специализируется именно борьба. И здесь дети будут получать полноценную всеобщую подготовку по этому виду спорта. Сауна, три душевые комнаты, зал для групповых занятий и силовых тренировок. Новый центр оборудован всем необходимым для будущих чемпионов. Ежедневно его будут посещать более сотни воспитанников детской и юношеской спортшколы «Узловой». Удобство комплекса оценил и Шамиль Хисамуддинов. Олимпийский чемпион, призер престижных соревнований мира и СССР. Титулованный спортсмен – уроженец Узловой, почетный гражданин города. Центр борьбы носит его имя. Непосредственно участие принял. Нашел товарищей, друзей, которые решили здесь отремонтировать зал. Главное, чтобы ходили дети, занимались. А чемпионцы их куют не здесь. Здесь начинают тренироваться. А дальше как у кого пойдет. Кто захочет, кто не захочет. Центр для бойцов расположился в здании бывшей библиотеки. Забросили это здание более 10 лет назад. Без хозяина медленно разрушалось. В июне муниципальные власти передали его детской спортивной школе. На деньги спонсора здание капитально отремонтировали. Рабочие поменяли кровлю, покрасили стены, заменили полы. Стоимость проекта около 4 миллионов рублей. Я думаю, что здесь все-таки когда-то найдется еще один чемпион. Олимпийский чемпион. Конечно же, это прекрасно. Хорошо, что такие люди есть, которые помогают. И помогают не только, а еще и наглядно демонстрируют то, что можно делать. И в кратчайшие сроки восстанавливают даже самые разрушенные здания. В планах проводить в центре районные соревнования. Не только по греко-римской борьбе, но и самбо и боксу. Будут проходить оздоровительные уроки для дошкольников. А Руслан Крылов надеется, что тренировки в новом зале приблизят его к титулу чемпиона ЦФО. До соревнований осталось всего полгода. Андрей Чаркин, Александр Лехнер, Первый Тульский.